Добрый вечер. Я начинаю третье свое выступление. Сегодня 29 января. Можно сказать, что мы почти прожили первый месяц нового года. И скажу честно, я с тревогой и с надеждой смотрю в окончании этого года. Все вы знаете, месяц был напряженным, порой ожесточенным, порой кровавым. Это меня пугает. Я очень надеюсь, что к концу года мы сохраним волю, энергию, сохраним веру в жизнь. Мне очень нравится такое отзывненское слово, как «тепер». Словари его обычно переводят как «энергия», энергичность. На меня оно видится много шире. Это слово для меня, как я его воспринимаю, это мужество быть, мужество жить, мужество сохранять веру в себя и в окружающих. Вот я хотел бы, чтобы мы сумели сохранить это спокойствие и одновременно это мужество жить, этот «тепер» до конца года. Теперь я перейду непосредственно к событиям. Я не собираюсь говорить о подоплеке политических событий, не собираюсь говорить об Исмайлах, не собираюсь говорить о двух неудачных поездках в Линкаран, но тем не менее не могу обойти эти факты, по крайней мере попробую прокомментировать их несучи зрения политических событий. Понятно, что каждый гражданин имеет право поехать в любую точку страны, это его конституционное право. Понятно, что люди могут собираться, встречаться, обсуждать, но меня пугает другое. Я просто думаю, что, во-первых, власть как бы поставила баррикады между собой и между гражданами, это всегда очень опасно. Опасно не только для власти, но это опасно и для нас. Опасно, потому что у нас скапливается энергия не «тепера», а энергия ненависти, энергия отпущения. Вот эта энергия очень опасная. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что люди разъединены и разобщены сегодня и внутри Смайлов и внутри Ликарани. Мы не видим это, но можем представить себе, что люди обсуждают, что одни на стороне власти или на стороне силовых методов, другие, я надеюсь, что их большинство протестует против этого. Но так или иначе люди обсуждают это. И вот это очень опасно, когда люди обсуждают не публично, мы не видим, когда вот эта энергия разобщения накапливается в тайне, как я говорю, накапливается на кухнях. И вот это может быть самое тревожное, что для меня связано с этими событиями. И в этой связи я просто все больше думаю о слове, которое меня пугает, это слово «насилие». И слово «насилие» особенно пришло мне в голову, и я стал задумываться над этим, вот в связи с убийством нашего солдата в армии, с теми событиями, которые произошли с протестом молодёжи, скажем так. Конечно, с одной стороны меня радует протест на молодёжь, мне радует, что наша молодёжь перестала быть пассивной и равнодушной, что она участвует в этом. Но с другой стороны, знаете, когда я посмотрел в интернете сообщение вот об этом солдате, я увидел, что таких случаев я знал об этом, но как бы не думал об этом, что таких случаев за последние годы скопилось очень много. И эти случаи сами по себе говорят о неблагополучии не только в нашей политической системе, и не только неблагополучии в армии. Я просто думаю о том, как относят друг друга в армии офицеры, как относят друг друга солдаты, как солдаты относятся к офицерам. И думаю о том, что это касается не только нашей армии. Насилие проникает во всю нашу жизнь, во все её поры. Вот это меня больше всего пугает. Знаете, есть такая фраза, которую я запомнил на всю жизнь, есть такой был, вернее, он умер. Известный итальянский режиссор и интеллектуал Пьер Павло Пазолини. Он говорил о фашизме, но по существу говорил о насилии. Он говорил, что фашизм начинается рано утром в каждой семье, когда решают, кому пойти за хлебом. Это такая, кажется, обыденная фраза и простая фраза. На самом деле в ней таится глубокий смысл. Из этих насилий бытовых, внутригородских, межрайонных и так далее накапливается та атмосфера ненависти и насилия, которая меня пугает, если что-то не изменится в нашем обществе. Я понимаю, что непосредственно ответственность несет власть, но тем не менее я понимаю, что это все-таки наша страна, наш народ, и я, конечно, этого пугаюсь. Я хотел бы, чтобы наши писатели больше об этом писали и как бы анализировали, разные проявления относили, я еще раз говорю, и в быту, и вообще в соотношениях на работе. Я вспоминаю фильмы австрийского режиссура Ханекки, который вот буквально под микроскопом анализирует факты насилия. И меня, например, шокировал один его фильм, где он снимает фильм о детском насилии. Но потом я подумал, что он прав, наверное. И наоборот, мы, когда мы любим говорить только о детях, о какой сладкий, или в Азербайджанском варианте, ой, Аллах, говорим. И как бы не понимаем, что мы тем самым создаем какую-то видимость, иллюзию благополучия, в то время как мы должны анализировать эти факты достаточно беспощадно и достаточно остро. Вот этот тот фон, связанный с тем, что происходило в январе, который меня пугает и о котором я хотел рассказать зрителям, потому что чтобы не было ощущение, что я как бы так спокойно и равнодушно взираю на то, что происходит, говорю о культуре, о культурных событиях, и в то время как не замечаю те проблемы, которые есть в нашем обществе. Теперь перейду к другим проблемам. Так уж получилось, что совсем недавно, я после долгого перерыва, оказался в районе микрорайонов. Слово микрорайон мне очень не нравится, но такое существует. И я увидел атмосферу, которую я бы назвал бомжатником. Я подумал, что вот в этой атмосфере живут наши люди, я подумал, что в этой атмосфере растут дети, и вот эта атмосфера бомжатника, она распространяет как вирус по всему городу. Конечно, я уверен, представители властей возразят, а посмотрите на центр города, посмотрите, как расцветает центр города, каким он становится красивым, эффектным. Но на самом деле, это тоже иллюзия. Знаете, я недавно слушал по телевизору передачу, есть такой выдающийся рессор, узбек по происхождению Рустам Хамдамов. О нём я не буду говорить подробно, но он сказал поразительную мысль, которую я сразу запечатлел в моём сознании. Он говорил о Петербурге, о том, какого цвета был классический Петербург, не побоимся этого слова, аристократический Петербург, и сказал, что сейчас Петербург меняет свой облик, и сказал такую фразу, вот я о ней хочу сказать, он говорит, челядь любит белило, то есть челядь любит, чтобы всё было побелено. Вот этот вкус челяди я вижу в центре города, вот этот вкус челяди, гламурный вкус челяди, и когда я думаю о том, что вот наш город стал соотношением, таким гремучей смесью вамжатника с одной стороны и гламура с другой, и я понимаю, что и в самом городе продолжается вот эта атмосфера того, что может привести к насилию, в борьбе всех против всех, чего я снова в очередной раз говорю, я опасаюсь этого. Ну, теперь несколько слов о хронике и, может быть, о приятном. Недавно вышла статья о нашем земляке дирижере Рауфе Абдулаеве. Ему исполнилось 75 лет. В Москве вышла такая статья двух наших видных музыкантов, композитора Фараджа Караева и музыковеда Рауфа Архадова. Я почему хочу напомнить об этом? Потому что я часто говорю и пишу о том, что наша культура во стало в культуре брендов. Есть разные бренды. Есть бренд, за которым человек заслуженный, заслуживающий того, что его ими знают. Есть незаслуженный. Но, по крайней мере, бренды заслоняют всё другое пространство. Вот Рауф Абдулаев один из выдающих дирижеров. В этом году я присутствовал, и только потом я стал понимать, на водовичественном концерте. Рауф Абдулаев дирижировал тремя скрипичными концертами. Альбана Берга, Каракараева и Фарадж Караева. Но спросите у бедового, я не говорю простого человека, даже человека интеллигентного, человека как бы связан с культурой. Что он знает про Рауфа Абдулаева? И понимает ли он, что Рауф Абдулаев один из водовичественных деятелей нашей культуры? Он скажет, нет, вы преувеличиваете. Почему это так происходит? Потому что эта фигура, он сам себя не любит рекламировать, он избегает всякого пиара, и мы как бы спокойно с этим соглашаемся. Поэтому я думаю, что вот сам факт того, что была написана такая статья, и что мы можем отдавать должное тем деятелям культуры, которые этого заслуживают, для меня очень важный факт, и мы как бы должны пытаться побольше говорить о тех людях, которые как бы сами себя не рекламируют. Вот еще один факт, вот я обычно какое-то время я даю хроники, и хочу вернуться к хронике. Дело в том, что недавно, ну как недавно, 23 января, был такой обычный концерт. Ну, он показался мне необычным, но тем не менее. Два наших известных музыканта, певица Фарида Мамедова, пианист Салман Гамбар. В чем необычность этого концерта? В том, что в хирхе я первый раз увидел, что огромное количество людей, в том числе молодежи, и что невозможно пробиться, что многие просто ходили, потому что не было места, где сесть. Как это произошло? Я не знаю. Я даже не думаю, что вот вся эта публика, которая пришла, она сразу стала знаком классической музыки, что ей все это интересно. Я стоял в толпе и видел равнодушных каких-то молодых людей. Я видел, что сидят молодые люди, в руках у них мобильный телефон, и они играют мобильным телефоном, и они не очень интересуются тем, что происходит на сцене. Но тем не менее, для меня это факт очень обнадеживающий. Факт связанный с тем, что социальные сети не просто нас политически мобилизуют, социальные сети не просто нас зовут на митинг какой, на митинг-протест. Социальные сети зовут нас на концерт, и люди приходят на этот концерт. Я думаю, что если даже станет модой, моды всегда имеют несколько ипостасей, несколько грани, но даже если станет модой, я лично за эту моду и был бы рад. Не в плане саморекламы, а просто потому, что я придаю большое значение той личности, о которой написана моя книга. Это личность, сказан век Зардаби. В 2007 году исполнилось 100 лет со дней его смерти. Я за эти 5 лет пытался написать несколько статей, написал несколько статей, провел семинары. Вот сейчас вышла книга о Зардаби, я показываю вам эту книгу. Вот книга «Человек из Зардоба». Это документальная фантазия для кино. Она написана двух жанров, в жанре живом художественном и в жанре теоретическом. То есть здесь есть и статьи Зардаби, и вот эта документальная фантазия. Я был бы рад, если вы, некоторые из вас хотя бы, прочли бы эту книгу, и тогда наш разговор в феврале о личности и о том, что сделал в нашей культуре Касамбер Зардаби, был бы более конкретным и более предметным. Вот все, что я хотел вам сказать. Спасибо. Спасибо.